Сегодня нашим предприятиям нужны и сварщики, и фрезеровщики, и наладчики, и инженеры, и много других специалистов. И мероприятия-ярмарки как раз позволяют в очень короткое время на нескольких площадках познакомиться с запросами, с сегодняшними запросами наших предприятий. А запросы по кадрам действительно большие. Предприятиям региона не хватает около 7 тысяч человек. И всероссийская ярмарка вакансий, старт которой дали у барнаульской стелы трудовой доблести, это хороший шанс ознакомиться с профессией, к примеру, будущим специалистом. Сегодня 40 работодателей краевой столицы подготовили для молодежи, для гостей краевой столицы различные мастер-классы, призы, подарки, конкурсы и различные интерактивные площадки. Можно себя, например, на интерактивных площадках попробовать в роли пожарного, в роли специалиста скорой помощи, поварить сварочным аппаратом. Завлекая, работодатели предлагают потенциальным соискателям тут же ознакомиться с продуктами их производства, будь то напитки, детали или даже шины. Пока некоторые студенты на своем опыте пробовали влиться в профессию, наша съемочная группа узнала о предлагаемых условиях труда. Прежде всего, о размере зарплаты. Ученики у нас начинают от 60 тысяч рублей и уже дальше по получению разряда. Насколько, скажем так, быстро получаются разряды? Но на определенный, скажите, троп, некоторые там три месяца обучаются, четыре, зависимости уже от должности. Сегодня многие организации, помимо обучения, уже предлагают бесплатный транспорт до работы, различного рода компенсации и даже размещение в общежитии. Битва идет за каждого сотрудника. Желающих, как еще недавно говорили, за забором не найдешь. Если сотрудник изъявил желание, написал заявление на увольнение, естественно, с ним разговариваем. Возможно, есть возможность предложить ему новую работу. Отпуск, может быть, на пару дней? Конечно. Отпуск, да, первоначально. Предлагаем отдохнуть немножко. Из-за хороших условий стереотип о том, что завод – это рабский труд за малые деньги, в умах молодежи стремительно уходит в небытие. И многие действительно не прочь обучиться чему-то новому. Я бы пошел на токаре, потому что токарные работы, они так успокаивают, когда смотришь, как стружка отлетает, расслабляющая. А потом пальцы. Или пальцы отлетают, да, если засмотреться на стружку. Это интересная работа, которая может быть полезным опытом, как минимум, или также приносить вклад в общество. А вот на какую зарплату вообще ты бы рассчитывала? Ну, честно сказать, если усчитывать прощеточный минимум, и в принципе, сколько, ну, тысяч, наверное, 40 минимум. Сегодня на площадке ярмарки, набережная Би, прошли презентации предприятий. Завтра школьники и студенты подробнее ознакомятся с особенностями конкретных заводов на экскурсиях. А уже 12 апреля по всему региону начнет работу сама Всероссийская ярмарка, где более 300 работодателей представят порядка 9 тысяч рабочих мест. Данюк Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.